Евангелие Матфея, глава семнадцатая По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда Он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос из облака глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте. И, услышав ученики, пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, Встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не говорите о виденном вами, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? И Иисус сказал им в ответ, Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали Его, а поступили с Ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорит им об Иоанне Крестителе. И Иисус же, отвечая, сказал, О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите Его ко Мне сюда. И запретил Ему Иисус, и бес вышел из Него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его? И Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете этой горе, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм, это определенная дань на храм, и сказали, учитель ваш не даст ли Дидрахмы? Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, как тебе кажется, Симон, цареземные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. И Иисус сказал ему, итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир, то есть четыре Драхмы. Возьми его и отдай им за меня и за себя.